лаванда горная лаванда вы видели как цветет гранат много-много красивых красных цветочков такой маленький компактный цветов друзьям приехали ой прелесть вместо этих цветочков будут каранатчики вообще гранатовое дерево посадить только ради цветов можно ну а тут плюс еще плюс каранатики мы в деле очень вкусные и причем цветет там все лето то есть где-то цветает уже плоды а где-то опять зацветает то есть вот такое красивое дерево прям обязательно сажайте кто живет в краснодарском крае цветок интересный называется книфофия необычные такие стебельки а она цветет один раз до цветет и все добрый день дорогие подписчики и гости моего канала я сегодня видео хочу ответить на ваши комментарии на ваши сообщения потому что иногда бывает писать очень долго времени нету что хочу рассказать значит что меня зовут ольга живу я в городе новороссийске семь лет мы купили частный дом в селе владимировка снимаю в основном о жизни своей жизни в краснодарском крае в новороссийске какие-то поездки сад огород и вопросы связанные с пенсиями есть комментарии покажите свой дом внутри то есть по комнатам все этот здесь я хочу сразу значит ответить о том что я больше делюсь какой-то информации что-то показываю но именно изнутри свою личную жизнь я показывать не буду поэтому бывает что какие-то комнаты попадают видео но в основном я показываю сад огород также значить комментарии связанные с пенсиями пенсии это вообще очень такая тема ну как вот интересная для всех потому что кто-то переезжает кто-то переехал сейчас вот и изменилось соглашение с 23 года и я сейчас данное время собирают документы подаю в суд я кстати уже подала документы отправила заказным письмом теперь жду когда будет первый суд назначен то есть на это тоже уходит очень много времени то есть месяц-два они рассматривают документы и потом вызывают повесткой вот и соответственно мне пишут комментарии о том что ты ничего не знаешь говоришь да я всегда в начале видео рассказываю что я не юрист я делюсь той информации которую сама подчеркнула и которая для меня была интересна если я допустим почему собираю документы до 2002 года потому что ну наверное мне повезло что мы не отказали в пенсии в 2022 году а новое соглашение между россия казахстаном вступила двадцать третьем году то есть я еще по старому закону имею право собрать справки до 2002 года и справки о зарплате о стаже и вот получается что то что будут они рассматривать они будут рассматривать не по новому закону где казахстан отдельно россия отдельно а по старому закону потому что я выходил на пенсию 2022 году также значите мне вот написала письмо татьяна киселева если я не изменяет память значит они живут в сибири хотят переехать в новороссийской изначально они хотят купить квартиру потом в этом же районе купить дом в доме жить квартиру в дальнейшем давать в аренду и вот как посоветуете в каком районе посоветовать в каком районе это хорошо когда вы обладаете большой суммой денег допустим вот вы не ограничены в деньгах вот посоветуете в каком районе купить я бы вам посоветовала что можно купить квартиру мысхака недалеко от моря которая хорошо сдается и потом же мысхака в этом же районе купить дом и вы бы ходили в школу в этом районе потому что они именно ищут почему все в одном районе чтобы ребенок в дальнейшем не менял школу то есть сначала бы они жили в квартире он в эту школу ходил а потом когда уже они купили бы дом или построили бы дом он бы также не меняя школу в этом же районе ходил ну такое как это только если у вас не ограниченный бюджет и для нас допустим это вообще проблемы никаких не было потому что изначально мы приехали в анапу в анапе мы приехали в ноябре месяце и он пошел в школу в анапе потом после того как мы нашли дом мы переехали с квартиры с анапы в конце мая когда он закончил в анапе вот он закончил сын четвертый класс из пятого класса он пошел уже учиться в новороссийский в гайдуке в школу поэтому вообще никаких проблем не было я не знаю может и у меня сын такой общительные без проблем и в коллективе может быть то что это было четвертый пятый класс но вообще в каждый год постоянно новые люди то есть люди переезжают и неважно там дети в начальной школе учатся или в старших классах то есть у друзей или дочка пошла в школу в девятом классе последним она девять классов закончила и тоже прекрасно влилась в коллектив и много сейчас людей переезжает поэтому так запрограммировать очень сложно вот и в общем то то что меняли школу проблем вообще никаких не было мы изначально то думали ведь все приезжают толком не знают смотрят только авито авито объявление получается что красивая картинка красивый дом написано анапа расположение по карте чуть ли не центр города потом выясняется что это какое-то село недалеко от анапы где-то там на горе и проблемы с дорогой из снабжением и с легче с электричеством и так далее мы когда дома смотрели в анапе мы столько объездили но красивые домики а воды там нету потому что рядом море и соответственно вода вся соленая скважину сделать невозможно воду именно не проводят центральную и люди привозят то есть дом красивый картинка красивая все замечательно вода привозная в общем я немножко в сторону отошла получается что также в новороссийске много красивых картинок но в самом городе в новороссийске дома либо по облачной заоблачной цене либо без без участка практически либо какие-то еще проблемы либо тоже проблемы с водой в новороссийске и все кто покупают потом дальнейшем дома они покупают ближайших пригородах и цена опять же зависит насколько близко к морю близко к новороссийску допустим если вот сейчас уже рассматривать дома в районе гайдука владимировки это вновь ближайший цемдолина борисовка то уже цены примерно на готовые дома идут от 12 миллионов и выше участков практически нету все что сейчас предлагается предлагается дальше примерно в 15-20 километрах от города новороссийской это идут семигорье раевская натухаевская но и ближе к анапе гостогаевская хотя гостогаевской тоже цены очень сильно стали высокие и люди в пределах вот восьми миллионов как вы говорили я хочу дом купить пределах восьми миллионов это только в том районе вы сможете купить вот в и в том районе соответственно вы не купите квартиру потому что квартиру вам надо сдавать в аренду вы можете квартиру за три с половиной миллиона может быть я не знаю я не изучала рынок в гайдуке купить ну что вы потом сдадите за сколько ее за 13 14 тысяч в месяц соответственно вам надо квартиру купить либо в центральном районе либо в южном районе новороссийска а это совсем другая часть города и там уже квартиры сдаются нормально по хорошей цене вот но они стоят идут я посмотрела если даже такой средненький ремонт студии в новом доме про вторичное жилье я не знаю про новое жилье который востребовано а студия идет 4 миллиона семьсот наверное во вторичном жилье за 4 4 с половиной миллиона можно купить однокомнатную квартиру но за три с половиной миллиона я таких цен не видела это наверное все идет либо район восточный который не востребован либо приморский намного дальше от новороссийска которые ну тоже под вопросом сдаваться в аренду но цена будет намного меньше насколько намного меньше сейчас приблизительно однокомнатная сдается 25 30 новороссийске студии сдаются 22 25 двухкомнатные от 30 и выше идут если вы берете в приморском районе то примерно цена будет разница на пять тысяч дешевле чем в южном районе но это же опять я говорю зависит от новостройки от расположения допустим в приморском районе красная площадь на тоже неплохо сдается в аренду вот ну цены там тоже достаточно высокие поэтому что делают люди у кого небольшой бюджет либо они едут изначально сразу ищет дом или участок и допустим вы собираетесь переехать через год вы можете приехать очень много строительных компаний которые работают семи горе араевская натухаевская и там внести первоначальный взнос рассрочку договориться ипотека и сразу построить себе дом потому что стройматериалы растут то есть сейчас вы уже можете начать строительство дома если через год вы переезжаете вот а потом уже если останутся деньги вы покупаете квартиру либо ипотеку либо за наличный расчет ну именно такое как лето сейчас конечно же много людей приезжает в поисках квартиры но я не видел за 3,5 миллиона однокомнатные квартиры я не встречала такого вот и конечно же когда дом от застройщика вы покупаете вам не забывайте еще надо минимум 2 миллиона чтобы довести его до ума то есть вам надо будет обязательно и ремонт внутри сделать и внешне облагородить дом и ворота отмозка все это бетонирование достаточно дорого стоит ну многие строительные компании дают уже сразу огороженные с воротами то есть это конечно хороший выгодный вариант там уже надо смотреть как с коммуникациями насколько есть проблема с водой нету со светом есть проблемы нету потому что на Тухаевской многие покупали и неделями сидели без света и вроде бы уже что-то там в Кубани энерго делает увеличивает мощности но из-за того что весь район там был не газифицирован все включали зимой отопление летом кондиционеры не хватало мощности чтобы этот район там цветом всех обеспечить вот поэтому проблемы конечно есть у районов которых молодых только застраивается вот но зато вы приезжие вокруг вас все приезжие и как-то мне кажется более дружные люди живут пусть дорог нету пусть еще куча каких-то проблем зато вы живете в новом доме поэтому каждый выбирает по-своему как ему нравится вот поэтому решайте сами если какие-то вопросы пишите кстати последнее время youtube никакие уведомления мне не посылает я случайно у себя нахожу в творческой студии какие-то комментарии которые писалось несколько дней назад поэтому если вы задали какой-то вопрос я на него не ответила напишите еще раз потому что не всегда все читаешь все я вижу не все комментарии ну вот на сегодня все задавайте вопросы темы которые вам интересны и я постараюсь на них ответить поэтому информации я всегда с вами делюсь ну и от вас жду подписки лайков и чтобы у меня всегда были только хорошие добрые подписчики на сегодня все спасибо что вы меня смотрите и до встречи на канале